Идем с Мурманска под парусами. С ветром везет. Просто великолепно. Делаем большие пробеги. Каждый день по 150-160 миль. Очень хорошо. Саша, Чичай, скорость увеличилась за время вашей вахты на полузла. Почему? Загнались до 8-ми. Поставили клевер. Кусочек Генуи распустили дополнительный. Так что у нас Генуи, Астакс, Эльгрот. На Гроте второй риф. Великолепный день. Очень хорошо. Тим, как пулен. Отлично. Великолепный день. 11 августа. Вечерняя бахта. Бахтиной команды. Под управлением старшего помощника Андрея. Сила ветра. 15 узлов. От 12-ти, 10-ти до 15-ти. До 16-ти. Примерно мы прошли Больше половины пути от материка до земли Франца Иосифа. Вышли мы 8-го. То есть 9-е, 10-е, 11-е. Третьи сутки уже полностью без берегов. Но еще где-то дня 3 идти. Может быть 2, если ветер чуть-чуть усилится. Капитан говорит, что нас догоняет шторм. Поэтому мы поставили максимум парусов для этого ветра. Чтобы не терять скорость и постараться убежать от шторма. Посмотрим, как нам это удастся. Сзади туман. Сбоку туман. Спереди туман. Слева видно чуть дальше. На случай тумана у нас есть вот такой приборчик. Если бы здесь какое-нибудь судно появилось в пределах 6 миль, то мы бы увидели или какое-нибудь препятствие значимое. Эту зону можно увеличить. Посмотреть нет ли каких-нибудь преград в пределах 36 миль. Поставим ближний радиус 3 мили. Это как раз расстояние, чтобы мы успели сделать маневр. Это скорость ветра. Истинная скорость ветра. И направление ветра. Это нос в лодке. И ветер дует. Получается у нас так называемый бакштаг. Это скорость по эхолоту. Она отличается от настоящей скорости. Настоящая скорость вот она. Ну и в принципе еще на следующую скорость мы можем посмотреть по маленькому моему приборчику. Вот сейчас скорость в километрах у нас 13 километров в час. 14. А если в узлах, то это 7 узлов. Вот так будет еще полтора часа мы в вахте.